Многие звёзды жалуются, что в пандемию их доходы резко упали. Пока что развлекательная индустрия терпит убытки, и всем приходится тяжело. Это касается даже таких метров юмора, как «Винокур» и «Бандурин». О бедственном положении юмористов в недавнем интервью сообщила Регина Дубовицкая. По словам звезды, у неё есть выступление, да ещё и платят за съёмки в передаче «Аншлаг». А вот другие участвуют там бесплатно. Её слова нашли отклик в сердцах других артистов юмористического цеха. Так, 73-летний Владимир Винокур сообщил, что даже в предновогодние праздники ощущал дефицит концертов и корпоративных мероприятий, что больно ударило не только по нему, но и по его коллективу. Работы нет, действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов, сообщил артист. Единственная надежда весенний сезон. Но для этого нужна отмена ограничений, которые постоянно вводятся в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Вторит Винокуру и Николай Бандурин. 59-летний юморист и так испытывал проблемы с финансами после пожара, который случился в его доме в Подмосковье в 2018 году. На восстановление ушли большие деньги, как и на лечение самого артиста, а тут ещё и грянула пандемия. С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать, это нормальная работа, говорит участник программы «Аншлаг». Отметим, ранее о непростом финансовом положении звёзд шоу-бизнеса говорил известный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, они с Валерией имеют запасы на чёрный день и могут спокойно переждать кризис. Но есть много артистов, которые лишились средств к существованию, и никто не сможет компенсировать им время простоя.